Шалом! На первом занятии мы говорили с вами о центричности нашего сердца и о сердце как портале или вратах с небес, от сердца Божьего на землю к человечеству. Говоря более конкретно, от его сердца к нашему сердцу, к вашему сердцу и через ваше сердце. Я хочу говорить сейчас о тех функциях, которые исходят из сердца Божьего. На самом деле, это довольно глубокая концепция, которую мы порой представляем себе несколько абстрактно. Характер Бога, действия Божьи, и забываем, что Бог живет своим сердцем. Я не представляю Бога сквозь призму нашего образа. Напротив, я верю, что Библия так много говорит о сердечных вопросах, что, я думаю, это ключ к пониманию личности Бога, его действий. Если мы сможем определить, понять сердце Бога, мы, по крайней мере, смогли бы быть согласованными с Ним, следовать за Ним и отвечать на великое множество жизненных ситуаций в соответствии с сердцем Божьим. В конце концов, это и есть то, чего мы желаем – творить Его волю от всего сердца в соответствии с тем, что Его радует. Очень вдохновляющий отрывок в Библии, первой книге царств, где люди требуют царя, и Бог дает им Саула. Но Саул, у него свои проблемы. Он ненадежный, он пытается все сделать своими силами, и царство в конечном счете было взято от него. Тем временем, один из последовавших на это ответов Самуила мы можем увидеть в Первом царств, 13 главе, про избрание Богом Давида. «Господь найдет себе мужа по сердцу Своему и повелит ему Господь быть вождем народа Своего». Только задумайтесь, Бог описывает мужчину, человека, по сердцу Божьему. Это очень интригующая фраза, потому что в первую очередь имеется в виду, что у Бога есть сердце, но также тут мы видим, что для нас возможно стать мужчинами и женщинами по сердцу Божьему. А затем, немного дальше, в предстоящем противостоянии, Бог разъясняет Самуилу, как выбирать среди сынов Иисея, когда Давид должен был быть определен, как избранный. Бог сказал кое-что Самуилу, чтобы тот не ошибся в выборе. «Не смотри на вид Его и на высоту роста Его. Я отрину Его. Я смотрю не так, как человек смотрит, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Что это говорит мне? Что Бог сконцентрирован на вашем сердце и моем. Он хочет знать те помышления, мотивы, цели, которые в нем, и побуждают нас действовать. Что движет нами? Что производит в нас цели, которым потом мы следуем? И почему мы ведем себя так, как ведем? Это все большие вопросы, но все они отсылают нас к состоянию сердца. И это также ведет нас к одному из глубоких мест Писания в притчах, которые учат нас хранить сердце свое, потому что из него источники вечной жизни. Насколько действительно глубоко это утверждение? Я думаю, хранить в данном контексте не означает защищать свое сердце так, чтобы никто не мог прихоснуться к нему, потому что это противоречило бы всему, о чем мы уже много говорили до этого. Но я верю, что это означает уделить внимание, поддерживать правильное состояние вашего сердца, быть осмотрительными. Осмотрительными касаемо того, что происходит вокруг вас, потому что это то, что определяет вашу суть, то, как вы взаимодействуете с людьми, даже слова, которые вы говорите. Иешуа сделал очень серьезное заявление. Он сказал, «От полноты сердца говорят уста». Думаю, это говорится в 12 главе Матфея. Это говорит мне о том, что мои взаимоотношения, уравнения всех моих связей проистекают из сердца, из состояния моего сердца. Возвращаясь к вопросу связи с Богом и о том, какие функции выполняет его сердце. Бытие, 6 глава, 6 стих, «Когда Бог узрел тот ужасный, тянущий под откос отвратительный грех на ранней стадии существования человечества, и, говорится, Господь воскорбил в сердце Своем». Скорбь. Это довольно распространенная у людей эмоция, не так ли? Когда мы скорбим? В основном, когда кто-то умирает. Мы скорбим, когда случается нечто, перед чем мы бессильны. Но это не означает, что Бог также бессилен. Но это означает, что Он в Себе Самом поместил такую уязвимость, сделал Себя уязвимым для восприятия скорби. Эта уязвимость – невероятное качество сердца, которое, конечно же, в полной мере раскрывается в момент распятия Ишо. потому что Бог сделал Себя столь ранимым по отношению к человечеству, что поместил Себя Самого на место казни, отвержения, предательства. И эта ранимость Бога ведет непосредственно к нашему искуплению и нашему спасению. Это является настолько глубокой мыслью, что бросает вызов нашему предположению о том, как Бог может использовать меня. Может ли Он использовать меня только в те моменты, когда я полон сил, настроен на победу, награду, с сильным стержнем внутри. Нет, это не говорит о том, что мы должны быть такими сильными внутри. Но я верю, что Божья работа может быть соделана наиболее эффективно именно в то время, когда мы позволяем себе быть ранимыми. Немало песен сложено об этом, песен о сердечных ранах, во всех культурах, но, пожалуй, больше всего их в культуре Мизрахи, культуре Среднего Востока, в восточной культуре Израиля. Но также и в знакомой мне традиции Запада в Америке существует культура западной музыки кантри, скорбь потерянной любви. Мы можем смеяться над этими вещами, считать их гиперболизированными, но сама идея о любви всем сердцем предполагает возможность того, что сердце может быть ранено. ему может быть больно. И это, я думаю, знакомо всем нам. Частенько мы делаем затем вывод, «Ну все, снова меня так никто не ранит». И мы начинаем укреплять сердце, делать его более жестким, непробиваемым, потому что это боль невыносимо, когда мы испытываем предательство со стороны тех, кому были открыты, но это неправильное решение, потому что мы видим в жизни самого Ишоа, он позволил этим вещам случиться. Мы не можем избежать предательств, но мы можем получить исцеление. Думаю, именно на этом Бог хочет акцентировать наше внимание. На том, что, перенеся такой опыт, мы можем получить исцеление и нет нужды ужесточать сердце наше. Есть еще одно разъясняющее местописание в послании к евреям, где автор возвращает нас к временам в пустыне. И здесь следует весьма сильное утверждение. Там говорится «Ныне». Он назначает определенный день после долгого времени, доколе говорится «Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших». И потом мы читаем, как Иисус Навин назначает день покоя, он говорит о дне, когда народ входит в покой Божий, и надо быть достаточно прилежными, чтобы войти в этот покой. А далее, несколькими стихами ниже, после повествования о живом Слове Божьем, могучем, острейшем, обоюдоострого меча, вплоть до разделения духа и души, он говорит о том, что Слово Божье судит желания и помыслы сердец. Ничто во всем творении не может быть скрыто от Бога. Все предстает на гимн и без прикрас перед глазами того, кому мы должны дать отчет. Почему Бог касается темы жесткости сердец? Да потому что, когда я ожесточаю сердце свое, я говорю, «Нет, больше не хочу с тобой иметь дело, уже достаточно ранен». И так, недавно я говорил с одним молодым человеком, который был весьма расстроен отсутствием ответа на молитвы и тем, что люди не отвечают ему добром и в любви. И я решил ободрить этого юношу. Я сказал ему, что отдавать себя Богу безоговорочно это то, что ведет к познанию Его полноты. Другими словами, если я закроюсь в себе, к примеру, у меня непонимание в отношении с женой. Да, это до сих пор случается и после сорока с половиной лет. Иногда возникают непонимание. И если я в такой ситуации закрою свое сердце, скажу что-то типа, «Окей, хочешь так, ладно, забудь, больше мне такого не надо», после этого я потеряю все существующие взаимоотношения. Это все касается нашей ранимости, потому что так же работает и Божье сердце. Сильное место писания есть в книге Экклесиаста. Интересно, что автор все тот же царь Соломон. Он вечность вложил в сердца наши. Что за феноменальный акт творения? Бог использовал наше сердце как мастерскую, как место для размещения там вечности. Но, конечно, Бог сам внес туда вечность, потому что Он есть Ют-Хэй-Вав-Хэй. Тот, кто не имеет ни начала, ни конца. Ют-Хэй-Вав-Хэй. Тот, кто есть Бог. Вечное естество. И Бог берет это вечное естество, свою сущность, и затем помещает это в мое сердце как неотъемлемую часть, как часть инстинктов, моей интуиции, моей тоски даже в том числе. Однажды я похоронил моего очень дорогого друга, которого убил неизвестный прохожий. Это событие подтолкнуло меня к вере, сломленность, безысходность и осознание того, что я не знаю, чем все закончится. В это время я погружен был в самые различные философии, восточный мистицизм, поклонение природе, в общем, множество вещей. Но вот это осознание, это борение с тем, что я больше не знаю, где теперь мой друг. Он был такой живой и вот его нет. Человек, который был для меня важен, которого я уважал, который сделал немало хорошего и вдруг его жизнь обрывается молниеносно, весьма юном возрасте, едва за 20. И вот Бог поместил вечность в моем сердце и в вашем сердце тоже. И эта реальность вечности потянула меня к исканиям его. Вы знаете, Бог желает, чтобы его искали. Он хочет быть желанным. Возможно, это звучит несколько по-человечески для наших ушей. Это, конечно, не означает, что он нуждающийся и вечно ищущий в стиле «Ах, кто бы меня полюбил». Нет, это не так. Но есть абсолютное измерение, то, что мы находим в Писании, что Бог ищет человека по сердцу своему. И Бог ищет нас. Он ищет нас для отношений от сердца к сердцу. Также говорится в первой книге царств, что все сливки общества искали встречи все с тем же царем Соломоном, чтобы услышать его мудрость, которую Бог вложил в его сердце. Так что, откуда исходит мудрость? От Бога, потому что Бог поместил мудрость в сердце Соломона. Вы видите, как это работает? Мы уже с вами обращались ранее к тому примеру, когда Ешо плакал. Это возможность вмещать в себя страдания других, сопереживать другим. Ешо плакал, я полагаю, он плакал из-за предстоящих страданий Иерусалима, Израиля и того изгнания, из которого мы возвращаемся только сейчас, спустя почти две тысячи лет. Я думаю, он плакал в книге Иоанна не только от предвидения гонений, которое предстояло перенести воскресшему Лазарю, но также и от сопереживания скорби сестер. И в контексте всего человечества эта концепция, что Бог соотносит себя с нами, она занимает большую часть его сердца. В Еремии он говорит, «Я дам вам пастухов по сердцу моему, которые накормят вас познанием и пониманием». Еще одна очень сильная и значимая параллель. пастухи с пастырской заботой о жизнях и душах людей, которые могут обрести Божье сердце для пастырства по сердцу Божьему. Очень ясно прослеживается, что Бог ставит своей целью наше сердце. Мы знаем, что эти отношения от сердца к сердцу были ранее у Бога с Адамом и Хавою, Адамом и Евою и были потеряны из-за их стремления к независимости и их упорности, но это одно из тех качеств несломленных, неиспорченных взаимоотношений от сердца к сердцу с Богом. Я хочу коснуться Божьего сердца со всей полнотой близости. Я хочу знать, что Он чувствует, о чем Он переживает, каковы Его перспективы, чтобы подстроиться под них. И вот, когда я даже говорю это, я понимаю, что мне нужно открываться еще больше, чаще, более постоянно и возвращаться, возвращаться на позицию Божьей точки зрения, Божьих перспектив, и Он хочет говорить в наши сердца, Он хочет делиться своими переживаниями. Это так важно, что Иешуа говорит множество раз Бог твердыния сердца моего. Такой трогательный парадокс заложен в этих словах. Мое сердце может слабеть, изнемогать, но, говорится, Бог сила моего сердца, я могу взывать к Нему. Еще немного времени, говоря о работе Божьего сердца, я хотел бы посвятить сравнению, сынов Сиона и сынов Греции. На самом деле, это нечто исходящее из книги пророка Захарии, когда Бог говорит, «Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, то есть Греция, и сделаю тебя мечом ротоборца». Так в чем суть этого противостояния, конфликта между сынами Греции и сынами Сиона? Я хочу дать несколько сравнений. Давайте начнем с греческой модели, которая следует за еврейской. Греческая или греко-римская модель фокусируется на личности, сознании, интеллекте. Она сфокусирована на логике. Говоря языком температур культуры, можно назвать ее холодной, расчетливой, более аналитической. И это направление мы можем видеть более выраженно в мифологической системе Греции и Рима. Поклонение человеку. Человек объект поклонения, он центричен. А что насчет еврейской модели? Еврейская модель, напротив, построена на обществе, сфокусирована на коллективной самоидентификации. она в то же время не теряет значения личности, постоянно апеллируя к ценности жизни, к сознанию человека, но идея, разделенной с обществом жизни, очень и очень важна. В еврейских писаниях, в еврейской модели мы видим это. Также сравнивая с разумом, интеллектом и логикой, в этой модели мы найдем в противовес акцент на сердце, духе и интуиции. Это теплая культурно-температурная шкале, порой даже горячая, страстная. Герои повествований в писаниях имеют сильные и выраженные чувства. Не всегда это приводит к хорошему, но когда Ешо говорит в книге Откровения, «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Я полагаю, это имеет отношение каким-то образом к этой самой модели. И в еврейском понимании объект поклонения это вечный Бог. Это не человек. Я поклонялся некогда себе, возможно, вы тоже, в той или иной мере, наверное, все мы это делали, особенно на младенческой стадии, когда нам кажется, что мы центр всего мира, и нам не нравится, когда кто-либо встает на пути исполнения наших желаний. Ну, ладно, это всего лишь быстрое сравнение, не абсолютное. Конечно же, я не говорю, что еврейские писания умаляют значение разума. Также стоит упомянуть, что есть и греки, и римляне, современные итальянцы, которые очень горячие, как правило, люди. Но я говорю об истоках философии и мифологии. Например, философ Пифагор, он сказал, что человеческая форма совершенна, а человек является сам по себе мерой всех вещей. В некоторой степени это даже забавно, когда смотришь на все эти статуи возвышающихся богоподобных людей, где порой-то и разница теряется между изваяниями богов и людей. Это то, о чем говорит один из раввинов тут, в Израиле. Это раввин по имени Шлома Рискин. Он написал статью несколько лет назад. Она была приурочена к Хануке, фестивалю Хануки, на котором мы вспоминаем и празднуем победу израильтян династии Маковеев над могучей и тренированной греко-сирийской армии на севере. И это на самом деле была и война культур в том числе. И Рискин анализирует это культурное противостояние в статье очень проницательным на мой взгляд образом и я попытаюсь суммировать то, что он сказал. Он говорит об этих двух подходах к жизни эллинистическом пути греческой философии вторгающейся в иудаизм. Он считает, что эту проблему прекрасно иллюстрирует задача, которую по легенде загадывает сфинкс. Какое существо ходит утром на четырех ногах, днем на двух и в полночь на трех? Ответ, конечно, человек, который во время начала своей жизни утра ползает на четырех конечностях, в зрелом возрасте днем он ходит прямо на двух ногах, ну а на закате жизни использует палочку, что делает его ходящим на трех ногах. И, как было подмечено другим ученым, человек, это частый ответ на вопросы, которые задает греческая мысль. В иудейской мысли, по мнению Рискина, в иудаизме ответом предстает не человек, как мера всех вещей, но Бог, являющийся и мирой всего, и абсолютным путеводителем для человеческого вдохновения и для личности человека. Еврейские писания призывают нас следовать за Богом во всех Его проявлениях, делая Его смыслом жизни, стремясь уподобиться Ему, потому что мы сотворены по Его образу, как написано в книге Бытия. Греческая мифология противоположна, там Боги сотворены по образу человека, в то время как согласно библейской вере человек сотворен по образу Божьему. Поразительно, не правда ли? Но это указывает на еще одну плоскость контрастов. Иногда мы полностью просто увязаем в более греческой ментальности. Мы хотим больше анализировать. Нам нужны совершенные доктринальные постулаты. Поймите, я не против хороших доктрин. Нам нужна укорененная в Библии теология, конечно, но частью этой теологии должно стать то, как мы живем. Недостаточно знать в нашем разуме, что такое истина в соответствии с Писанием. Мы должны прожить эту жизнь в соответствии с Писанием, принося истину Божью в физическом провозглашении, делясь опытом в реальной жизни, в реальном времени. вот это цель, Божья цель провозглашения Его Царства на земле. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Продолжение следует...